Здесь приличная сумма, но вы получите значительно больше, когда кречет, примет предложение моего дяди. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, итого 479 Хорошо, если отказаться от некоторых расходов, я думала сумма будет значительно больше Добрый вечер Извините меня, пожалуйста, я не успела, у меня были свои дела Ничего, мы сами справились Мы относительно справились Денег все равно не хватает Придется продать мамин рояль Наташа, я тебя прошу Не отговаривай мне, пожалуйста Наташа Я все решила Да, мне дорог мамин подарок Но интернату нужны деньги Много денег Мама бы меня поняла Наташа Пожалуйста, не нужно продавать мамин подарок и... Я как раз этим занималась Я ходила в банк и сняла свои сбережения Там всего лишь 10 тысяч долларов Я думаю, что... Первое время должно хватить Мэй, что-то не нужно Возьми Я не принимаю вас в решении Возьмите эти деньги, пожалуйста Спасибо вам, Мэй Мэй Огромное спасибо Все нормально Как хорошо, что вы нашли это место Я ведь очень люблю природу Рыбалку Присядем? Да Значит, нам нужно пойти с вами вместе на рыбалку Вы меня научите удить? Конечно Прямо Да Дмитрий Тимофеевич Ну... можно просто Дмитрий Хорошо Я очень благодарен вам Вы... просто спасли меня Если бы не вы, я бы и сейчас, наверное, валялся бревном на диване. Спасибо, что вытащили меня из этой беспросветности. Это тебя... Дмитрий, вы преувеличиваете мои заслуги. Нет, это вы скромничаете. Вы очень помогаете и мне, и Наташе. Это для меня не стоит большого труда. Да, и к тому же мне нравится помогать. И я очень люблю свою работу. Мы собираемся назначить нового директора фонда. И мне бы очень хотелось, чтобы вы там вели дела. Правда, Олег считает, что Лара принесет больше пользы на этом месте. И Олег абсолютно прав. Недостаток опыта – это не главное. Лара, она очень ответственная. Прекрасный человек. Мы с ней сильно-сильно подружились. Извините. Наконец-то все в сборе. Ну что ж, мы решили назначить директором нашего фонда Ларису Кремневу. Лара, я тебя поздравляю с новой должностью и ответственностью. Спасибо. Не волнуйтесь. Подскажем, поддержим, поможем. Справитесь. Поздравляю, Лара. Спасибо. Олег, нам нужно что-то еще обсудить. С долгами ситуация становится критической. Я правильно вас поняла? То есть фонд на грани разорения, а интернет закрытие? Наташа? У меня к вам есть одно предложение, которое, возможно, может спасти фонд. Какое? Секунду. Проходите. Здравствуйте. 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 Наталья, у моего дяди Султана Карима скорый день рождения. Он предлагает вам и оркестру под управлением Максима Верстюга дать концерт в его честь. Праздновать будем в Манкаре. Мой дядя известный меломан и поклонник вашего таланта. Он предлагает вам за ваше выступление 10 миллионов евро. Подождите. Разве это делается так спонтанно? Нужно, наверное, обсудить и утвердить программу. Они могут играть все, что хотят. Главное, это волшебный голос Натальи. Это же огромная сумма. Наш Султан человек богатый. Он может себе это позволить. Ему очень нравится ваш голос, Наталья. 10 миллионов евро? Мало. Хорошо. Назовите вашу цену. Я согласна. Маша. Мама. Иди сюда. Люди, мой хороший. Наталья Игоревна, не мучайте ребенка. Маша так по вам скучает. Целый день плачет после ваших посещений. Не спит, не кушает. Ну вы же как-то определитесь. Простите. Да ничего, я все понимаю. Мы заберем Машу при первой же возможности. Но вы же знаете, нам не дают, пока не закончено следствие. Машу. Нужно немножко подождать, но мы ведь потерпим, правда? Ты не будешь плакать? Будешь хорошо кушать, спать. Я скоро тебя заберу домой, обещаю. Наташа, я слышал, вы вылетаете? Да, Сережа. Мы сейчас вылетаем в Ангару. Спасибо. Кремнев звонил. Пожелал счастливого пути. Спасибо. Пойдем? Угу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Как это могло произойти? Но её нигде нет. Её вообще нет в концертном зале. Максим, я думаю, вам не стоит так переживать. Что значит история? Наташа пропала. Или вы, быть может, знаете, где она? Я не знаю. Возможно, она не пропала. Возможно, она просто ушла. Куда ушла? КОНЕЦ Послушайте, я ничего не хочу сказать плохого о Наташе. Я считаю, что она чудная девушка. Она творческая личность. И вы прекрасно знаете, что они способны на экстравагантные поступки. Что вы хотите сказать? Что у Наташи не всё в порядке с головой? Значит, и у меня заодно. Я ведь тоже творческая личность. А ещё у меня целый оркестр сумасшедших. Нет, ну что я разве вам такое сказала? Вы здоровы и в своём уме, и Наташа, и я… Ой, простите. Простите, я вспылю. Мы все переживаем. Я только не могу понять, к чему вы клоните. Вы говорите, что Наташа просто так вот взяла и ушла. Ну я не знаю точно. Господи. Но мы все знаем, что Наташа с самого начала не хотела выступать на этом концерте. Возможно, она устала и просто взяла и ушла. И я знаю Наташу не очень хорошо, но успела заметить, что она немного импульсивная. Да, но она не безответственная. Наташа, в первую очередь, человек слова. Она не могла просто так вот взять, нас бросить и уйти. Ничего не понимаете? Наташу похитили! Поступил анонимный звонок о том, что Диану Левицкую взорвал некто Зимин. По нашей базе данных он проходит как опытный подрывник. Есть версии, что его наняли для убийства Левицкой. По оперативным данным он скрывается в одном из старых домов села Бобрик, Броварского района Киевской области. И я только что получил подтверждение, что Зимин сейчас там. Медлить нельзя. Отправляем в спецгруппу для задержания. Матвей Петрович. Что? Я прошу поручить задержание подозреваемого мне и моим людям. Кремнев, ты в своем уме? Чтобы я своих ребят подставлял? Преступник, скорее всего, вооружен и очень опасен. Брать его будет спецподразделение. Матвей Петрович, при всем уважении. Я веду это дело и в нем очень много нестыковок. Я хочу владеть всей информацией. Любая мелочь во время задержания, любое слово подозреваемого на весь золото. Поэтому я и настаиваю на том, чтобы принимать участие во время задержания Зимина. Ну, в этом смысле, да. Езжайте. И ты, и Смирнов. Как точно. Только будьте осторожны. Чтобы на рожон не лезли. Понятно? Как точно. Будь готов. Уезжаем. Вы не смогли организовать для Наташи нормальную охрану. А если ты хочешь сказать, что я специально сорвал концерт, которого так ждал? Ты хочешь сказать, что я специально опозорился перед своими гостями? Ты в этом меня обвиняешь? Я никого, ни в чем не обвиняю. Я просто не могу понять, что происходит. А пока я дал указание своей охране, чтобы никого не выпускали из концертного зала. Так что вам двоим придется тоже здесь задержаться до прихода полиции. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здесь окружаем. Стивен, дом окружен. Выходи. У тебя минута, чтобы остаться. Ломайте дверь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Огонь на поражение! ВЫСТРЕЛ Не стреляйте! ВЫСТРЕЛ Не стреляйте! ВЫСТРЕЛ Слушай, это ценный свидетель. Скажи своим, чтобы прикрыли, пожалуйста. Я пойду первым. Мне нужно с ним поговорить. Прикройте его! ВЫСТРЕЛ 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 Не стреляй! Выходи! Я без оружия. Давай поговорим. Сдавайся. Тебе никто ничего не сделает. ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Уходи! ВЫСТРЕЛ Хорошо, завтра мы с тобой это все решим. Все, давай. Ты уже домой? Да, ты что-то хотел? Да нет, ничего серьезного. Завтра можно будет это все решить. Я, кстати, тоже через 10 минут хотел уезжать. Может, тебе подвезти? Спасибо большое. Он меня Сергей обещал забрать после работы. Он скоро должен уже быть. Я его дождусь. Хорошего вечера. Тебе тоже. Алло. Да. Я Лариса Бактияровна Кремнева. Что? Что произошло? Дело, в принципе, раскрыто, Матвей Петрович. Но при задержании преступник покончил с собой. Застрелился. Жаль, не успели допросить. Но главное, что этот подрывник больше на свободе не бегает. Теперь-то пресса, наконец, заткнется по делу Левицкой. Это забодали прямо. Почему так долго расследуют? Как будто мы тут тунеядцы какие-то. Ладно, ну их в баню. Ты мне, Слава, расскажи, как так получилось, что Кремнев пулю поймал? Он пытался вести переговоры. Хотел взять подозреваемого живым. Сам пошел к дому. В общем, поступил очень храбро. Но глупо. Как он себя чувствует? Какое у него теперь состояние? Простреля на плечо. В данный момент находится в больнице. Любимая. Да? Да, что? Что? Наташа. Наташа. Причем? Любимая. Наташа. Нам поступила экстренная информация об исчезновении гражданки Украины кречет Натальи Игоревны. Певица исчезла этой ночью при очень странных обстоятельствах, прямо перед выходом на сцену. На данный момент в разыскные мероприятиях, проводимые местной полицией, результатов не дали. Свидетелей нет. Требований выкупа пока не поступало. Дело обещает быть громким. Наверняка заинтересуется мировая общественность. Поэтому вести расследование будет один из ведущих наших специалистов, Никоненко Феликс Петрович. Тем более, что Феликс Петрович руководит успешным отделом, который специализируется на вопросах похищения людей, работорговли и незаконной миграции. Никоненко? Я. Возражений нет? Никак нет, товарищ генерал-майор. Ну что, можете взять с собой в командировку кого-то из ребят, если посчитаете нужным. Да я как-то пока не вижу в этом необходимости. Я вылечу ближайшим рейсом в Анкару, оценю ситуацию и обращусь в местный Интерпол. Как посчитаете нужным? Это дело в полном вашем ведении. Жду от вас отчета. Все свободны. Есть новости? Мы опросили всех, кто находился в помещении концертного зала. Наталью никто не видел. Свидетелей исчезновения нет. Охрана подтверждает, что певица находилась в гримерной, и никто не видел, чтобы она ее покидала. Так может, здесь в гримерной есть какой-то тайный ход, и похититель пробрался через него? Вы хорошо все обыскали? Каждый миллиметр. Здесь нет тайных ходов. Вы уверены? Абсолютно. Вы же с нас глаз не спускали и сами могли убедиться. Ни шума, ничего подозрительного не было. Следов пребывания в помещении посторонних тоже. Предварительная версия следствия – похищение ради выкупа. Звезду похитили. Какой позор. Поднимите на ноги всю полицию Анкары. Пусть бросают все дела и ищут Наталью. Будьте уверены, господин. На поиски будут брошены все силы. Для нас это дело первоочередной важности. Мы подключили к делу наших лучших сыщиков. Подключите и лучших, и худших. Всех, кто там у вас есть. Я лично прослежу за расследованием. Мы сделаем все возможное, господин. Я, султан Карим Сулейман Беринджи, пригласил этих людей в гости. Здесь они должны были быть в полной безопасности. Клянусь, я заплачу любые деньги за информацию о том, где находится Наташа. Если потребуют выкуп, я готов платить, сколько скажут. По-другому, ци данные события еще не известны. Как и теперешние места находятся, Наталья Кречет. Нет. Місцевая полиция разработает версию про выкрадение знаменитостей с метою отримания выкупу, но на данный момент подобные требования еще не высохались. Украинская оперная спевачка, 23-летняя Наталья Кречет, которая приехала в Анкару для выступа с единым концертом, сникла с властной игрой мерной незадовго до начала выступа. Сережа, Сережа, стой. Ты сейчас все равно Наташе ничем не сможешь помочь. Сергей. Хорошо. Если ты сейчас уйдешь, можешь больше не возвращаться. Ты меня понял? Сергей! Врача! Врача! Сережа, Сережа. О! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, госпожа Наталья Добрый вечер Вам стоило постучаться прежде чем зайти и дождаться разрешения Простите, но я не мог постучать, у меня были заняты руки Мой дядя Карим просил передать вам этот скромный букет в знак своей благодарности Он бесконечно счастлив, что вы согласились порадовать его своим великолепным пением Заберите букет и выходите из комнаты Это неуместно Я готовлюсь к выступлению И вообще, цветы исполнителю Принято дарить после концерта Вы что, не слышите меня? Уходите! Охрана! Почему вы впустили сюда этого человека? Я же просила вас не беспокоить меня до выступления Ну что вы стоите? Ну выгоните его отсюда! СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Самир Племянник Султана Значит, меня выкрали люди Карима Какая отвратительная выходка. Но на что же они рассчитывают? Это скоро станет всем известно. Будет грандиозный скандал, а меня запросто найдут здесь. Только что это за место. Здравствуйте. Скажите пожалуйста, а где мы находимся? Меня зовут Наташа, а вас? Вы говорите по-русски. Do you speak English? Где я? Что же это за место такое? Мне кажется, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Ну, почему вы не отвечаете? Вы не можете говорить. Тогда покажите жестами. Я могу отсюда уйти. Почему? Дайте мне хотя бы телефон. Даже в тюрьме есть право на телефонный звонок. Тоже нельзя. Что ж такое-то? А что же мне можно? Можно. Можно все. Здесь. Вот это для вас. Вы гостья. И это для вас. Берите. Неужели вы не понимаете, что мне этого не нужно? Идите за мной. Это для вас. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сюда нельзя, госпожа. Гулять можно здесь. Простите, пожалуйста, я заблудилась. Вы не подскажете, где здесь выход? Что это за место? Почему меня не выпускают? Что вообще здесь происходит? Слушайте, это незаконно. Мне нужно позвонить. Меня уже ищут. Вы слышите меня? Ладно. Без вашей помощи выберусь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ 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 МУЗЫКА Вы можете обратиться к ним Они предоставят вам все необходимые материалы Я не работал с местной полицией Я не знаю их методов Не уверен, что они могли провести все должным образом Так что я лучше еще раз всех опрашиваю Начну с вас, дальше будет охрана Ну и музыканты, они сейчас в отеле Мне нравится ваш подход Спрашивайте, я все расскажу Только умоляю Помогите найти Наталью Теперь все зависит только от вас Я сделаю все, от меня зависит У полиции есть версия Никаких следов не осталось Поэтому они считают, что действовали профессионалы И если это так То в ближайшее время с нами свяжутся И потребуют выкуп Ну значит будем работать в этом направлении Если звонок поступит Мы постараемся его вычислить То есть вы тоже считаете, что все это устроили ради денег? Я допускаю такой вариант Пока других объективных причин похищать кречет Я не вижу Мне было важно переговорить с вами наедине У вас есть информация? В том-то и дело, что нет Время идет, а звонков с целью выкупа так и не поступало А опыт показывает, что похитители переходят к вымогательству очень быстро Чтобы полиция не успела взять их след Ну а таким образом можно считать, что предположение о том, что ее похитили с целью выкупа Ошибочно Я думаю, что ни вам, ни тем более музыкантам не имеет смысла здесь больше оставаться Вы просто не сможете ничем помочь Оркестр пусть уезжает Я останусь Я вам уже говорил Я никуда не уеду Пока не узнаю, где Наташа Что с ней И кто ее похитил Если ее вообще похитили Послушайте Наташа, она очень ответственный человек И она никогда бы не позволила себе Послушайте, я знаю, какой Наташа человек Я тоже был с ней знаком Более того, я был вхож в ее семью И У Наташи горячий характер Я знаю, что она могла уехать, если ей что-то не понравилось Могла Только она бы обязательно предупредила своих родственников Она прекрасно знает, как мы не волнуемся А если Если все-таки ее похитили Я с вами предельно откровенен Я провел дознание И судя по всему, это не преступление Ну нет никаких следов, понимаете? Вообще никаких А такого не бывает Такие исчезновения происходят только тогда, когда человек в этом сам заинтересован А вы? Вот конкретно вы Заинтересованы в раскрытии этого дела? А вы сомневаетесь? Работа для меня все Пока я не разберусь, что здесь произошло Я отсюда не уеду Хорошо Ну пообещайте мне Что как только вы что-нибудь узнаете Вы сразу мне сообщите Даю вам слово Вам все-таки стоит вернуться обратно в Киев Поскольку Наташа со временем может объявиться именно там К тому же султан Карим готов оплатить дорогу всем музыкантам домой И я бы на вашем месте воспользовался этим предложением Возможно вы и правы Что на данный момент Известно об исчезновении Натальи Кречет Ей угрожали У нее были враги Пока ничего не известно Я не могу давать никаких комментариев Извините Так кто же является автором симфонии судьбы? Ну вам же ясно сказали Больше никаких комментариев Идите к черту Пошли вон Давайте я вам помогу Олег А вам не кажется Что вы были очень грубые с этими людьми? Если вы хотите дать интервью Пожалуйста, вы можете их найти Вы же были свидетелем исчезновения Кречет Я вообще не могу понять Почему вы отправились в эту поездку? Прекратите ссориться, прошу вас Олег Я уже давно заметила, что вы меня недолюбливаете Это ваше право Я не хочу мешать вам своим присутствием Я вызову такси Не таскайте тяжелое Я сейчас помогу Спасибо вам большое Я приехала сразу И хотела вам все рассказать Вы такая внимательная Так тонко все прочувствовали Я совсем извелся Наташа нашлась Здесь в Киеве ее отец Можно ему позвонить? Наташу не нашли Ну, у полиции уже есть какие-то Версии, зацепки Выкуп уже потребовали? Выкуп не потребовали Там очень толковое расследование Подключился Интерпол Там очень старательные следователи И я думаю, что Наташа найдется Это же произошло перед выступлением ПТВ показывали, что Наташа была в гримерной А потом... Ой, что же это я совсем о манерах забыл? Простите меня, Мэй Присаживайтесь Да Извините Вы с дороги примчались Совсем не отдохнули И после такого стресса Стресс Стресс был колоссальный Вы знаете, мы сидели Все ждали Мы ждали Вдруг Начали смотреть зрители На часы Шептаться А я помню, что Наташа Она ведь очень уважает своих зрителей Она никогда не задерживает выступление Я почувствовала Я почувствовала Что случилось что-то Страшное Вы знаете, у меня все похолодело внутри Примы Выпейте горячего чая Спасибо Завтрак скоро будет готов Выпейте, выпейте Спасибо вам Митя Максим, я видела в новостях Это ужасно Я от нерва в себе места не нахожу Я пришла, потому что я знала, что найду вас здесь И я хочу вам сказать Что если вам нужна какая-то помощь или поддержка Вы всегда можете на меня рассчитывать Слышите? Если вдруг вам захочется поговорить Я не знаю Я не знаю, как мне дальше жить Для меня самое главное в жизни Это моя музыка и Наташа И тут у меня отнимают и первое, и второе Меня убивают, а я ничего не могу сделать Совершенно ничего Я так ждал этой свадьбы Произошла трагедия Ну, Наташа пришла в себя Оттуда вдруг это непонятное исчезновение Максим Да Добрый вечер, Сергей Я Лимая Орлова Да, 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 добрый вечер Я вас... Я вас помню Вы подруга Лары Да Я... Я хотела вас поблагодарить За раскрытие дела О гибели Дианы Левицкой Я боготворила Диану Владимировну Вы настоящий герой Да какой там герой? Вы... Вы не стойте, присаживайтесь Нет, нет, герой Вы... Вы задержали убийцу Сами чуть не погибли Теперь он больше никому не сделает зла Так что не спорьте А это я принесла вам И я предупредила Лару Что буду вас навещать И она мне рассказала Какие фрукты вы любите Да, спасибо вам большое Как вы чувствуете себя, Сергей? Почти здоров Скоро выписываюсь Ну это же прекрасно Только Вы почему-то не рады Все как-то не вовремя Наташа кречет, исчезла Нужно что-то делать А я в постели валяюсь Конечно, Наташа Она ведь подруга Лары Но вы не переживайте Не переживайте В Анкару Прибыл сотрудник Интерпола Надежный, компетентный Он обязательно во всем разберется И найдут Наташу Как его фамилия? Я не помню Подождите Вы же журналист Кажется Никоденко Алло Все получилось Да Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok